Почти 8 месяцев назад мы купили битый Nissan GT-R, который простоял больше 6 лет без движения. Автомобиль был разграблен, всё самое дорогое было снято. Но нас это не остановило, кузов после ДТП уже восстановлен, а двигатель собран с самого нуля и даже был первый запуск после сборки. Страха в реальности нет. Страх живёт в одном закоулке в наших мыслях о будущем. Страх — это плод нашего воображения. Он заставляет нас бояться того, чего нет, и, вероятно, не будет никогда. Опасность — это реальный факт. Но страх — это твой выбор. Ребят, всем привет! Ну что, у нас начинается очередной выпуск с тем самым разграбленным ГТР. И я надеюсь, что, да даже не надеюсь, это 100% у нас крайний выпуск. Мы в этом ролике должны полностью собрать эту тачку. 100% у нас крайний выпуск. Мы в этом ролике должны полностью собрать эту тачку. Да, я ошибся. Как вы помните по предыдущему ролику, мы находимся сейчас в гараже у Санька. Вот он, кстати. Здорово, Санёк. Здрасте. Машина стоит у него. Прошло где-то, наверное, около недели. Мы ждали запчасти. Все запчасти приехали. Там у нас... Смотрите, сразу вам расскажу. Это у нас гофры, которые мы, кстати, оторвали при первом выезде в прошлый раз. Это у нас два фильтра в коробку. Так. Это у нас какие-то там гаечки, которых не хватало. Хомутики. Сигналы. Те самые фишки, которые по проводке у нас тут не хватало чуть-чуть. И очень-очень много, вот под сами, литров масла в коробку. То есть у нас сейчас залито новое масло в коробке. Мы его сливаем, ставим фильтра и заливаем другое масло. Также у нас здесь какие-то воздухозаборники по пластику. Мы еще тоже сами не понимаем, где они должны стоять. В общем, сейчас мы тачку полностью собираем, запускаем еще раз, выезжаем, проверяем все, чтобы все было четко. И дальше уже вы увидите, как она изменится в течение этого ролика. Погнали! Да, и кстати, ребят, по цене-то я вас не сориентировал. В общем, ценник за это все 80 тысяч рублей. То есть там масло, сигналы, хомуты, прокладки, пластик. 80 тысяч. Надеюсь, это одна из крайних трат на эту тачку. Ох, я не знаю, ребят, сколько же нам еще предстоит времени с этим GTR. Казалось бы, что вот-вот уже все восстановление подходит к концу. Но нет, еще оказывается много всяких мелочей. Тонна нервных клеток, литры выпитого кофе. Кстати, это один из тех чит-кодов, которые реально помогают в работе. Порой думаешь, сколько можно. Уходишь выпить кофейку, а тут и проблемы не такие страшные. Думаешь, мол, вроде все решаемо, тем более, что чит-код-то у нас специальный. Тести кофе вам о чем-нибудь говорит? Нам вот да. Тести кофе – это интернет-магазин свежеобжаренного кофе. Видел их несколько раз в кофейнях. Да и вот решил сам заказать, протестить весь ассортимент. И вот, что я вам скажу. Дрипы – это спасение. Быстро и просто получаешь такой же вкусный кофе, как в кофейне. Достаешь дрип-пакет, заливаешь кипятком. Вуаля, вкуснейший кофе готов. А секрет знаете в чем? Свежесть. Вот купишь ты в магазине кофе, а там уже с момента обжарки прошло несколько месяцев. А Тести кофе – это только свежее кофе. Там зерна обжариваются небольшими партиями под каждый конкретный заказ, только перед отправкой покупателю. Специалисты Тести кофе постоянно ездят на фермы и выбирают лучшие лоты со всего мира. Зерна только свежего урожая из Африки, Азии и Америки. Плюс вкусовые свойства свежего зерна помогают сберечь современные системы хранения и транспортировки. И да, ты сможешь найти кофе в любом формате. Зерна, молотые, дрипы, капсулы, банки и даже концентрат, который можно разбавить горячей водой. А что еще приятнее? По приятной цене в интернет-магазине Тести кофе цены начинаются от 449 рублей за 250 грамм. А скиллер фичи я вообще в восторге остался. Если ты сделаешь заказ до 13 по московскому времени, то уже в этот день кофе обжарят специально для тебя и передадут на доставку. Так что не теряй время, скорее переходи по ссылке в описании и получай свою скидку в 15% по пармакоду CARS. Или сканируй QR-код на экране и успевай порадовать себя вкуснейшим кофе прямо сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребята, все, тачка у нас в принципе готова, но не совсем готова. В общем, мы обнаружили, точнее мы это давно услышали, что на холостых у нее есть такой небольшой звучок, особенно когда она стоит там либо на D, либо на R. Короче, получается наоборот, когда даешь ей напругу, звук пропадает, а когда она стоит на холостых, молотит, какой-то звук. В общем, сначала мы думали, что это кардан, потом вот Санек склоняется, что это все-таки маховик. Мне кажется, на таких машинах за 50 тысяч пробега он же не может там в хлам. Может? Скорее вот здесь. Ну, короче, на самом деле это не вот прям страшное что-то, потому что мы сейчас спросили, он стоит там порядка 30 тысяч рублей. В принципе, его можно поменять там в коробку, снимать не надо, мотор снимать не надо. Но день придется этому уделить. В общем, в любом случае, сейчас мы забираем машину туда, в свой бокс, потому что нам ее в любом случае попереду надо собирать. Туда мы уже точно не полезем. По поводу маховика мы сейчас поищем и, наверное, будем двигаться в этом направлении, все-таки менять его. По деньгам сейчас подсчитаем, сколько за все время Санек с меня денег взял, потому что вам это было тоже интересно, за всю работу. В общем, по ценнику у нас за все время получается около 80 тысяч рублей. Вот сейчас мы подсчитали, я считаю, это нормальный ценник, с учетом того, что сколько Санек всего сделал с этой тачкой. Но мы все-таки надеемся, что это дело в маховике и мы обойдемся малой кровью. Все, мы сейчас садимся, ошибки скидываем и уже летим в бокс дальше собирать тачку. Как и говорил в прошлом выпуске, бампер у нас был с косяками, то есть мы один раз его покрасили, потом он полгода у нас провалялся. Появились некоторые опять моменты затертости, где-то трещины, и мы его заново покрасили, Ишанова покрасил. И сейчас, соответственно, нам нужно его собрать полностью и накинуть на ГТР. Приступаем. А, ну. 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 Все, ребят, тачку мы собрали, я имею ввиду по бамперу, и радости никакой нет, потому что вы уже и сами, наверное, заметили, что морда у нас получилась кривая, причем очень сильно кривая, вот здесь вот смотрите, какой зазор, бампер у нас здесь шпаклеванный, весь треснутый, с этой стороны более-менее все хорошо, ну, короче, мы расстроены, особенно я, вложить столько денег в этот ГТР, и морда получилась кривая, понятно, что это не финал, у нас здесь не хватает, вот видите, здесь вот такой зазор, здесь бампер не прикручен, вот, например, здесь, тут не хватает одной детали, вот здесь бампер весь шпаклеванный, вот здесь он треснул, то есть есть, конечно, у нас такие думки, что у нас бампер весь вертолетом, он же весь переделанный, там, он бэушный, не новый, поэтому, я не знаю, может быть, мы когда-нибудь купим другой бампер, новый, покрасим, поставим, посмотрим, что из этого получилось, ну, понятное дело, что зазоры можно чуть-чуть где-то подрегулировать, но это, я не знаю, это вообще просто, напишите, кстати, в комментариях, ну, а сейчас мы грузимся на эвакуатор, вот, с Андрюхой, и едем к Николаю, который нам собирал мотор, помните, когда мы были у Санька, нам не нравится металлический звук, мы созвонили с Николаем, он сказал, приезжайте, загоним на подъемник, посмотрим, он думает, что это проблема в стартере, как-то он там задевает, мы думаем, что это проблема с маховиком, кто-то думает, что стучит мотор, тоже напишите в комментариях свое мнение, за рулем по дороге мы не поедем, во-первых, нет номеров, во-вторых, что-то там стучит, поэтому, Андрюх, загоняй и погнали! Продолжение следует... Коль, мы расстроены, знаешь, по какому поводу? Во-первых, вот этот звук, ну ладно, хрен с ним за звуком, я думаю, мы решим, во-вторых, у нас морда не сходится, то ли башен винтом, там он весь шпаклеванный, то ли морда кривая, я не знаю, ну короче, там регулировать все надо по зазорам, этот звук металлический, да, еще у нас, еще один момент, у нас течет масло с того шланга, высокого давления, который... Ну сейчас услышишь, он будет запускаться со звуком, с металлическим Тише, 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 тише Давай! Давай! Ставь на нейтралочку, но он был, но куда-то опять пропал, видишь? Вот, слышишь? Вот когда вот перепад, вот, вот, тут-тут Оп, тишина, да? Да, его этот, какого, при запуске слышно Ладно, разберемся Звуки вообще страшные, нет? Да нет, не страшно Мы не знаем, что это такое, если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое Ладно, что, тогда до завтра Давай! Для нас это будет целая ночь, а для них... А, это будет... Две секунды Две секунды Это Титан Д2 Стильный складной нож от легендарной кузницы Барк Ручная работа настоящего кузнеца с 20-летним опытом Рукоять из G10, а лезвие из прочной стали Д2 Надежный замок Liner Lock Нож выдержит любую нагрузку Есть сертификат, что нож не является холодным оружием Кузнец дает пожизненную гарантию на свои ножи Рекомендую кузницу Барк Заходите к ним в Telegram или WhatsApp по ссылкам в описании Передавайте привет от меня и по коду MMCars вам дадут скидку в 5% О, Серега здесь! Две секунды прошло у нас, кстати Побольше маленько Две с половиной где-то сейчас посмотрим Ну пойдем, вон та штука там, которая гремела, она у нас там лежит Ну, в общем, смотри При запуске двигателя на холостых, вот этот вот кардан Он крутится у нас постоянно вместе с коленвалом Совсем так, потому что у нас трансмиссия стоит сзади Вот это вот шарнир равных угловых скоростей Так У него люфт должен здесь сделать будет 3500 Так Ну то есть он должен прямо Он весь разбит Просто Ну вот этот звук, да, происходит? Да Вот он Потом смотри Здесь крестовина Она заклинишь Просто заклинишь А как мы это поняли, что она заклинишь? Ну смотри, я ее плавненько веду Так Она, оп, прыгает Ну попробуй сам Вот доведи ее до середины Видишь? А, да, есть момент Вот И когда вот эта крестовина работает Она немножко под углом работает Попадает в этот клин? Под углом? Ну она немножечко развернута А почему? Ну, потому что так вот Она для этого и сделана Чтобы передавать А Она должна вот так вот работать всегда Угу Вот и каждый раз она попадает вот в этот вот клин Дергает тот шурус И получается вот этот звук Док-док-док-док-док-док-док-док-док-док-док-док-док-док-док-док Вот этот вот Который тебе не нравится? Не только мне Ну, всем мне нравится, да, этот звук Ну понятно, это первый момент так вот он развалился где остальные шарики да не все там все там в глубине поход просто они просто да он они коль они все там в общем нужно вот этот узел ну когда сервисы сразу скажет с этим они не будут возиться не хотят да да вот это все работать не будет миша во-первых смотри пятно контакта у кулака видишь прямоугольная здесь подложена шайба какая суппорт отодвинутый я так понимаю из-за того что что-то здесь не совпадал задевал первое колесо не крутится это уже перегрев не поедет вот эти шайбы они здесь но либо какие-то другие формованы должны вышла и были бы вообще суппорт не тот что-то здесь надо разбираться вот сразу вопрос не будет работать это сразу не просто здесь собрались здесь также да здесь тоже самое все эти шайбы мы же вместе с суппортами получаем он сроком договаривался чтобы он ну что они же нам не подходят потому что но спорта боевой диски больше у нас четыреста десятый что это значит 8 8 эти на спорта на 10 миллиметров меньше и он нам говорит типа мы изготовим шайбы они то есть одни были в комплекте комплект это не мы поставили эти шайбу чтобы ты понимал типом будут в комплекте и тип поставить у вас не будет никаких проблем ну вот трубка слива масла с турбину да увидишь рядышком с ней прокладочка вижу вот она была на месте я так понимаю рекрутил нет нет но я еще ничего не трогала все так и течет видишь она она сейчас криво стоит одно отверстие попали вот второе нет не менее вопрос вот отремонтировали кардан смотри что получилось у нас площадка крепления стоят здесь до 30 почти два с половиной сантиметра это не будет работать но потому что мы демпфер у подвесного очень сильно натягиваю и он не будет работать его оторвет при первом же нам нереально найти подвесной от битвера значит надо переваривать таким образом кронштейны чтобы на резинке не было на тяга никакого значит надо полностью отрезать но уже всегда все вот здесь вот размечать на месте прихватывать проваривать это не будет работать на этом нельзя ездить на этом мы закончим пока что но это еще не все еще не все не все gtr висит на подъемнике новости у нас печальные сейчас коль все расскажет он мне уже по телефону все сказал общем есть у нас проблемы по лонжероном да вот именно неожиданный момент для вас и для нас тоже в общем тачка у нас кривая двух словах просто скажи как это выглядит почему это произошло из-за чего чтобы у нас специалист кстати мы ждем да 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 мы ждем 100 перчика он сейчас подъедет они просто тоже сейчас вот выпуск смотрят они маленько не понимают ролик-то у нас начинался с одного а в итоге у нас все развернулось очень проблем в следующем у нас вот мы получили совершенно исправный кардан от nissana gtr да по правилю нам сказать что кардан мы тот сняли он был разбит и отвезли в кардан сервис его там не смогли починить сказали что у нас нет таких запчастей никаких на этот кардан то есть там задний шрус да 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 задний шрус который коробки уже идет получился ну и самой крестовины ничего нету да поэтому как бы мы приняли решение купить бэушный кардан нашли вы за 50 тысяч привезли коле он его поставил и вот сейчас уже начинается попытались поставили пытались поставить но ничего не получилось вопрос в чем можно прям наглядного прям особенность машин в том что коробка у него введена назад и вот этот кардан центральный он жестко соединяет двигатель и трансмиссию и вот это вот расстояние от двигателя до коробки нам не хватает чтобы поставить рабочие заводскую сюда деталь то есть грубо говоря двигатель ближе на сантиметр коробки чем должен быть двигатель ближе на сантиметр коробки чем должен быть а в частности вот эта правая сторона кардан должен стоять миллиметр в миллиметр и подвинуться он никак не может никак не может там есть какие-то зазоры в сантиметр максимум 10 миллиметров вперед-назад у нас нет но уже их выбрали вот смотрел сейчас стоит уже в напряг меньше смотри он уже давит тот шрус сейчас он должен легко вынуться без всяких проблем легко вставиться и должен быть еще зазор это вот такого слабенький натяг у нас получился из-за того что мы отпустили вот эту вот заднюю подушку видишь на насколько съехал уже вот вот здесь вот видно что уже сантиметра не хватает двигатель уже под подвинулся но это это конечно вариант двигателя он также стоит но сейчас стоит так на подрамнике на подра еще и подрамник нам двигать вперед ну то есть смотри сейчас они все равно не поняли маленько суть в том что когда мы тот кардан поставили чуть-чуть проехались потому что мы тот кардан набивали с маской то есть там шарики все целые были мы чуть-чуть проехались и это все дело разбило то есть это разбило вот потому что есть такой натяг потому что двигатель очень близко стоит коробки соответственно идем дальше почему стоит двигатель близкой коробки потому что у нас ты говоришь мерил вчера и там у венере льда мы мерили расстояние между допустим вот этим углом подрамника да и тем углом подрамника вот вот это расстояние она на сантиметр больше чем вот этот угол итог этой всей песни что скорее всего подрамник изначально был кривой подрамник съехал он по диагоналям неровный то есть если посмотреть вот эти точки вот эти вот по диагонали он съехал то есть нам сейчас по сути по любому надо другой подрамник как минимум даже сравнить даже смотри вот на эту подушку насколько она уехала назад видишь или даже визуально видно что она смотрит заднюю часть все подвинулась по сути у нас один вариант это скидывать двигатель вести к стапель щеку и он уже будет понимать чему там резать вести ему новый подрамник вести ему новый подрамник потому что даже этот подрамник если мы на любой другой гтр прикинем сто процентов процентов он подойдет до дела такая вот ребят печально у нас ситуация сейчас конечно уже виноватых не найдешь никто никого как бы не обвиняет время прошло много в работу принимали смотрели но по факту имеем что имеем и не сказать об этом как бы тоже как бы смысла никакого нет поэтому мы снимаем все как есть как бы мы для этого и в принципе снимаем то придется сейчас по ходу заплатить за разбор машина придется заплатить еще раз стапельщику и придется заплатить опять за сборную зато мы потом будем иметь как бы у нас хотя бы как минимум фара с бампером встанет на доме сто процентов потому что вот это все у нас отсюда и пошло да пошло все нахуй куда ты чувак домой донни так ребят мы уже приехали к олено 1 4 5 честно говоря ждали подрамник прошло наверное около двух недель 90 тысяч рублей мы отдали за подрамник у нас подрамник который пришел да да это вот новый подрамник у нас как новый новый шбушный подрамник да и он очень сильно геометрия отличается от нашего подрамника если даже пересмотреть диагонали у него у него же разница в 4 миллиметра да да потом смотри вот визуально если посмотрим на крепление переднего правого рычага нижнего да как видишь здесь вот все ровненько идем вижу ровненько там лишь насколько уши загнуты назад из-за этого нас угол кастра ушел и колесо подвинулся назад видишь вот потом незначительно но все равно подорваны подушки двигателя вверх вверх да да здесь все ровно потом вот это вот кронштейн у нас ушел назад видим да вот тогда здесь все ровно здесь все ровно ну вот и это был кронштейн нет это мы уже переставили это уже переставили уже ну а также на 9000 он тянет ну я вообще не знаю порядок ценность предсказать железяка вот это стоит жаловая 90 не узнает 10000 и цена мне кажется красная 10000 примерно и так коль мы уже запутались у нас с этим вот мне вот смотри кронштейн не нравится он вывернутый смотри как то есть здесь какие но здесь вот может быть какие-то механические но все равно вывернуты относительно здесь вот нет параллели я понял давай знаешь как давай сейчас на камеру на рулетку посмотрим действительно ли у нас вот расхождение такие есть а если мы вот так меряем он ровно если вот ну а по всяк умереть смотри да возьмем диагонали сначала вот четко вот здесь вот берем на рассмотре и берем до этой дырки 8 но нет здесь 107 106 и 8 до 106 8 106 8 107 и 1 если вот на тянуть короче да вот эту тубой то есть вот они как бы вот три миллиметра обычной рулеткой давай здесь смотреть 107 и 3 и 3 до 107 и 3 больше 7 и 3 на вот 107 и 3 7 и 3 все вот он был ровно это ровно да а здесь разница здесь разница давай опять смотреть там 107 и 3 намерили до 7 и 3 да здесь вот а здесь вот она 106 и 9 или 8 до 10 как будто он вот маленькую гадалу на сыграл край ушел да да то есть он вот так вот сыграл к нашему вниз здесь вот неплохо так а здесь что у нас звуально-то неплохо да а тот ты когда снимал он прямо цель но он отскочил до в натяг был вот это вот колесо назад отодвинем чтобы рычаг эти вывести но все равно он как-то суши но он руками идет вот та шпилька на вышла практически по центру да здесь смотри насколько ушел от нас нас шпилька не могла кривая нет шпилька относительно козова ровно стоит он смотреть посмещение сверху где прижатая она она прижата потому что здесь вот эта вот часть подрамника она уже зашла на направляшку уже все видишь то есть тут как бы не хватает не она в любом случае вы надо наживите с этим подрамником ребятам отдавать пускай до правил дотягивает все размеры у меня есть и что нужно я уже себе снял сколько должно быть сколько сейчас есть сколько должно получиться то есть вот смотри здесь здесь все чётенько да и вот здесь прижатый по идее должен быть чуть-чуть вот так это вот вот это нам туда нет но сейчас визуально создать или натянута на двигатель получается да вот из-за этих вот по ходу передних кронштейнов то что их вытянул и давать соберемся отвезем на развал схождения пускай на этом подрамнике да и все это будет самое верное мне кажется это измерение не все потому что вот здесь вот очень сильно был загнут ухо хрен там плавал не заведем мы его аккумулятор сил так ребят нас прошло еще наверное около двух недель в общем мы определили что в любом случае тачку мы везем на развал мерим кастер на стенде и уже потом приезжаем сюда обратно к коле снимаем здесь двигатель с коробкой не кузов уже везем к ивану соответственно подтягивать наш правый лонжерон сейчас только надо запуститься у нас потому что же эвакуатор подъезжает здесь на эту кусту и больше так и через меня здесь на эту кусту она активно и далее вот так и дальше чтобы перейдеть, если что-то похоже на них вот так и ERIC здесь, либо они там, не так и вот так вот так и раздумал сейчас есть и это как еще раздумал Так, ребят, значения мы все сфотографировали Сейчас даже выведем вам здесь картинки По факту у нас получилась разница в 13 мм Ну, сейчас мы еще к Николаю все эти значения отправим И уже вместе с ним обсудим Ну, предварительно, что есть как бы разница И это печально Ну, в принципе, мы так и думали Если Коля говорил, там сантиметр, ну, 1,3 Сантиметр там и 3 мм примерно, плюс-минус Там на погрешность может миллиметр-два Напишите, кстати, в комментариях, если цикот есть в любом случае Все, грузимся и погнали к Коле А я не нашла, что мне сказать Слышь запорожил, скрытал твой снег А я так хочу Слышь запорожил, скрытал твой снег Так, ребят, получается я обманул вас в самом начале ролика Ну, как вы видите, мотора у нас здесь уже нет Мотор снят Висит полдня делов и, в принципе, мотор снят В чем я вас обманул? Я сказал, что выпуск будет финальный Но, как вы видите, к сожалению, не получилось Мы, получается, откатились даже на шаг назад А не продвинулись вперед Потому что мотор мы снова сняли Сейчас нужно будет везти тачку к Ивану Кстати говоря, мы все-таки договорились и повезем тачку к Ивану Соответственно, он будет опять разбирать всю морду И тянуть наш Жуки какие-то летают Тянуть наш правый лонжерон Либо вверх, либо вниз, либо чуть-чуть вперед Не знаю, он в этой теме соображает Он говорит, что суть он понял Все координаты мы также ему скинули по развалу Когда мы с вами ездили В общем, как-то так Как есть, снимаем все, что происходит На самом деле, ничего не скрываем от вас, от аудитории Хотя могли бы, да, это вообще ничего не показывать Типа у нас все хорошо Без камеры поменять там И как будто все нормально Но нет Мы снимаем, как все есть, по-честному Поэтому вот как-то так Судить уже вам В комментариях тоже пишите свое мнение По этому выпуску с этим ГТР Но в любом случае мы дожмем эту тачку до конца Она в любом случае должна Будет сделана Ну, не прям в идеальное состояние Но она будет ровная Потому что это просто беда Когда мы ее собрали, помните, в середине выпуска Мы сначала подумали, что это может кривой там бампер Что-то там еще нет Все поплясало Вот с этого правого стакана Дальше у нас кардан пошел в ход И в итоге вот к чему мы пришли Все, на этом мы финалим этот выпуск Уже через три дня мы отвозим тачку к Ивану И в следующем выпуске Я надеюсь, что он будет финальный Мы уже все у него сделаем Придем опять к Коле, поставим мотор И он будет заключительный Все Огромное спасибо всем за проспоттер Такой вот ролик получился Опять же, судить вам Не забывайте подписываться на телеграм-канал Все движения, даже что происходило с этой тачкой В течение двух месяцев Все сразу закидываю туда Подписчики телеграма Они были в курсе Вот этой всей истории Все, всем удачи и пока Ну что, нормально получилось? Лихуета Субтитры сделал DimaTorzok